Приветствую, дорогих телезрителей, в эфире программа «Слабожанщина. Слово». И начну со слова. Мой дом стоит посередине, между двух домов, между двух дворов. Когда-то небо было синим, гуляло по двору добро, скамейки плавно утопали среди травы, среди дерев, дорожку к дому утоптали, и каждый шаг, и каждый нерв. Мы сегодня находимся дома у автора этих строк, поэтессы, переводчицы Риммы Катаевой. Кстати, вот эта книга, из которой я прочитал строки о доме Риммы Александровны, «Крутые дожди», получила премию имени Ушакова. А еще одна премия Римма Александровна была удостоена в прошлом году за книжку вот эту «Сентябрин». Итак, мы дома у Риммы Александровны Катаевой. День добрый. День добрый. Римма Александровна, я знаю, что уже много-много лет, больше 50, как вы пишете стихи. Да, да еще в школе я писала. Ну, и как? Я еще в школе писала. А первые свои стихи помните? Нет, не помню, но они у меня есть, лежат. Понятно. А потом, когда первая публикация была? Первая публикация была в газете «Вечерний Харьков», и в том же году, в 1976 году, вышла я в журнале «Радуга». Первая моя публикация была, и улыбка вышла моя про Гагарина. Вот, и вышла я в «Вечернем Харькове» с большой подборкой, с фотографией. Это были первые мои публикации. Ну, а потом? А потом в этом же году я вышла в Донбассе, в журнале «Донбасс», вот лежит журнал. Вот, а потом пошли публикации за публикациями. Где-то 80-й год был очень удачный для меня. Вы знаете, вышли стихи в «Новом мире», в «Дружбе народов», в «Звезде» пять раз я выходила. Потом выходила я в детских журналах, как «Теремок», еще какой-то «Марианна». Теперь выходила я в журнале «Прапор» на украинской мове, в переводе на украинский язык. То есть и вас переводили, и вы тоже переводили стихи. Значит, я выходила очень много в «Березоле», в журнале «Березоль». Последняя моя подборка была в стихи, переведенной Петром Перебинисом. Большая подборка, очень, ну, очень, слава Богу, удачно получилось переводы его. Вот, а сама я тоже перевожу. Ну, я перевожу, у меня вышла большая подборка в Словенине. Там вышли такие поэты – Дмитро Павлычко, Лина Костенко, потом Павло Мовчан, Перебинис Петро. И из наших сахарчан я взяла Романовского, Вячеслава, Светлану Тильну и Виктора Тимченко. Рима Александровна, а когда вам чаще всего писали стихи, вот в то время, когда вы еще работали? Наверное, ночное дежурство, да? Да, я не писала, да, стихи. Перебой был в стихах. Да? Я последние стихи писала, по-моему, в девятом-десятом классе в основном. Понятно. Я ставила сценарий в школе. А я думал, когда вы в институте Малой на ночных дежурствах, и вот как раз в это время приходили поэтические строки. Нет, я не здесь работала, я работала в Полтаве. Я в Полтаве работала, и, понимаете, там я не писала стихов совершенно. Я была настолько занята, была заводелением терапии, потом была эндокринологом районным, и мне было не до стихов. Понятно. А сейчас пишется? А сейчас пишется, да. Вы можете почитать что-то новое? Да, конечно. Я взяла подборку новых стихов, совершенно новых стихов. Еще не опубликовали? Нет, опубликовали в журнале в Словении. Кое-что печаталось в Словении, больше нигде ничего не печаталось. А в основном непечатные стихи. В общем, стихи, написанные в прошлом году и в этом году. Я не знаю, что такое скука. Никакая грешная разлука в ритм случайный не дает мне впасть. Ни одно никчемное безделье, вплоть до выживания в постели, не имеет надо мной власть. На нее не стоит тратить время, скукотища вяло дышит, вредно. Я-то каждым часом дорожу. В выдуманном самодельном рае я читаю, шью, вяжу, стираю. Сад свой разноцветный сторожу. Ну а вдруг свобода выпадает, я услышу зов высокой далии. И ступлю на старый свой порог. Нет, отнюдь не жалкой одиночкой. Свет зажгу среди лукавой ночи. И схвачусь так жадно за перо. Еще что-нибудь? Да. У меня есть стихи, посвященные дочери и внучке. Было все. По миру жаркий круг. Бостон и Париж и Амстердам. Да на каждой площади свой храм. Фото ты в обнимку с кенгуру. А тебе всего лишь двадцать три. За плечами добрых два крыла. В честь тебя звонят колокола. Бьется, бьется, жизни колорит. Ну а я сижу в одних строках. Между нами только телефон. Сколько лет во мне горчит заслон. Я отсюда не могу никак. И про дочь. Маленькое-маленькое стихотворение совсем. Дочь моя, она была дизайнером. Но сейчас у них безработица. Так она вдруг занялась рисунком. Она рисовала с детства еще. Сейчас нарисует вот ее рисунок один. Вот ее портрет. Ну, в общем, дочь у меня очень способная девочка. Сейчас она выступает с картинами на выставках. Ну, вы понимаете. И танцует она. Начала танцевать. И вот она писала. В голове мерцает свой экран. Раскрывая маленькую тайну. Четко вижу через океан. Дочь моя выписывает танго. Так, теперь идет моя лирика. Это стихотворение посвящено моей палочке, с которой должна ходить. Держу я чудо-палочку, загадочная твердь. В ходу уже нет развалочки. Спокоен каждый нерв. А ствол переливается четыре свет гнезда. Лукавою упрямицей горит моя звезда. Хочу присесть на лавочку, глазами в небосвод. Но нет, царица-палочка опять зовет в поход. За счет этой палочки я и существую. Осень. Ну, куда ж девалось бабье лето? У природы вдруг такое зло. Мокрый снег и дождь, и мало света. Что ни день меня грызет озноб. Как нежданно, странно, зарябила Желтизна на каждом фонаре. И мои родные сентябрины, сморщенные, стынут во дворе. Ни просвета в сумрачных сюрпризах. Мысли, чувства, рифмы – все в разброд. Только верю с давним оптимизмом. Бабье лето все-таки придет. Отоспалась, отлежалась. К черту ересь, к черту жалость. Из себя изъяла жало. Без нытья, без всяких жалоб. Акварели, точно строчки, все во мне взыграло разом. И очищенный мой разум с радостью встречает дочка. Когда ты есть, я крепче, я красивее. Как будто наливаюсь звонкой силою. Варю борщи, пельмени лихо стряпаю. Дурное все с себя упорно стряхиваю. Пою, пляшу, дышу, крутой бунтаркою. Влюбляюсь заново я в небо Харькова. И в миг стихов, почуяв озарение, Ныряю с головой в потоп сиреневый. Но если я когда-нибудь почувствую Твое необъяснимое отсутствие, Внезапное, да нельзя и нелепое, Лишусь всего, что было и что не было. Я не люблю тебя. И все же, все же, каким-то чудом Связаны с тобой. Какой-то голос трепетно тревожит, Невольно раздробляющий судьбой. Я не люблю тебя. Но долго, долго быть без тебя Спокойно не могу. Хотя ни смысла ясного, Ни толку, ни боли В заколдованном кругу. Глотаешь книжки, Слушаешь псалмы. Я где-то сбоку, рядом, Верный еж. Топчусь по мудрым Признаком зимы. Я не люблю тебя. И все же, все же. Хорош собою, Элегантен, Без всяких Слишком и чуть-чуть, И ни мгновения Не тратит На что-нибудь и как-нибудь. Он молчалив, но острословен. Везде, на люди и в дому, Израненная чья-то совесть За помощью бежит к нему. Все пишет, пишет, Словно дышит Историей своей страны. И окна чинит, Чинит крышу, Да только б не было войны. Нежданно заглянул однажды В мой перекрашенный ковчег. Как хорошо и просто важно Такой вот рядом человек. А ком это? Есть один человек такой. Так. Чей-то зонт И чья-то роза, Чьи-то белые халаты, Дождь стучит, Скрипят морозы, То рассветы, То закаты. Все обычно, Все привычно, Вдруг удар В мою обитель. Весь в рифмованных страничках К слову, Кличет вдохновитель. Скучаю ли я по тебе? Сама не знаю. Ты стебелек В моей судьбе Пригоршня чаю. Глотну немного И покой Вмиг наступает Как будто бы Святой водой Бросок из рая Скучаю ли я по тебе? Ткачиха Я Заядлая ткачиха В комнате, Где очень тихо, Все стучу, Стучу. По батисту Белой ткани Каждый штрих Душой чеканя Я строчу, Строчу. Что-то доброе Случится, Дактиль Улыбнется Чисто И зажжет Строку. Если нитка Надорвется, Призову На помощь солнце И все тку И тку. Все стремлюсь И стремлюсь я туда, Где живая Морская вода, Где листва Благородных дерев Успокоит Расшатанный нерв, Где гортензия Гордо звеня Белой шапкой Накроет меня, Где, Забыв бытовые грехи, Люди Люди Просто Читают Стихи, Знают Риск, Знают Стыд, Знают Честь, В той Стране Много Не перечесть, Сколько Там Вдохновляющих Чувств, Только я Все стремлюсь Да стремлюсь. И последнее, Пожалуй, Стихотворение. Я одна Между стен, Между книг, Стены книги Со мной Не случалось, Чтобы каждый Заполнился Миг Их Таким Отрешенным Молчанием. Где-то дочка И внучка И зять Далеко Они За океаном Да и брата Вот так Потерять Оставаясь С помятым Диваном Я Одна Но Без стонов Без слез Все Мечусь В переулках Квартиры Все Ищу Не на шутку Всерьез Нитку Жизни Меж мною И миром И Каких Бы Невзгод Превозмочь Не судилось Каких бы Препятствий Брежет Свет Одиночество Прочь Здравствуй Жизнь Пусть Нелегкая Здравствуй Вот так У вас Проходят Дни Среди Вот этих Книг Среди Словарей Наверное Это ваши Лучшие Друзья И помощники Словарей Это Для меня Как хрестоматия Я их читаю Просто с удовольствием С удовольствием Ожигов Беспрерывно Смотрю Вот украинские Все словари И все тут Украинские Тоже стоят И русские Ну в общем Все словари Энциклопедии Для меня Это просто подарок Вы знаете Вот тут Вот тут я увидел Книжку На столе Среди ваших Книг Римма Катаева В стихах Друзей Тут И Леша Аулов Царство Небесное Ушел он В прошлом Году Ну и И ныне Здравствующий Например Алексей Бенкевич Исчерпались Осени Сроки До финала Они Добрели Зима Переним Сороки Осыпает Прозрачные Дни Чем-то Новым Дохнула Природа Ни тебя Ни меня Ни веня Клочья Снега Роняя Природах Не поскребыш А декабря Вот он Юный Стоит На пороге Отчего-то Замешка В дверях Размышляя О долге О боге О бесцельно Растраченных Днях И о том Что он Тоже не вечен Что и он Как и мы Проходящ Ветром С буйной Метелью Обвенчан До морозца Мелужи Слюдящ Приоткрыв Удивленные Вежды Пальца Чутких Антен Не теряя Последней Надежды Как оттаивший Куст Хризантем Ждет Что муза Придет И незримо В раз Поэзии Мир Изумит С днем Рождения Катаева Рима С днем Рождения Тебя И зимы У меня скоро 1 декабря День рождения То есть И зима Родилась И вы Одновременно Это была программа Слобожанщина Слова Которую мы снимали Дома У члена Национального Союза Писателей Украины Римы Катаевой Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова